Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, надеюсь, уже в привычном и постоянном режиме, соответственно, разбираетесь во всем лучше, чем мы. Как обычно, с 8 до 10 в студии своего радио появляются музыканты, которыми мы беседы-беседуем, и, само собой, они играют свои произведения, знакомя вас с ними, либо радуя, если вы являетесь их поклонниками. У нас есть традиция добрая, кстати, сразу прошу прощения за свой сегодняшний голос, как-то как со связками я все никак не разберусь, сиплю, хриплю, но уж не обессудьте. Традиция такова, сначала ребята играют что-то из своего творчества, а затем я уж представляю коллектив и, естественно, называю каждого из них поименно. Так заведено. Поэтому, как и водится, живой звук в программе «Живые». Поехали! Да, самый живой звук. Че с вами не так? Нет, просто минуту назад только зашли. Ага, а до этого полтора часа чуть-чуть, Оля. Давай, погнали. Я потом расскажу. Погнали уже. Пять часов Рассвета мы с подсловьем пыли Не спасет Кубрик ценит Фильм за фирмой Возьми мою привычку жить в словах кроссворда Я не курю, но снова минус пачка К черту знаешь, где-то волны И в те ночи, а холодный берег Вечность по карманам И молочный шоколад для Мэри Говори мне что угодно Лишь послушать все внутри А так хотелось жить снаружи Ну и пусть дешевый спит Расбавит небо Уж как рефьюст Остался минус день до лета Знаешь, где-то море Под мостом И жизнь без дней не сели Девственный последний горизонт И шоколад для Мэри Может быть Стань немного счастливей И ты запомнишь мое имя Может быть Миру пора поменять свой полюс Ты слушаешь мой голос Мой голос Иногда Так хочется жить словно вирус Иногда Хотеть, чтобы раз все прекратилось Взять билет Последний сигарет И в поезд Никто не ждет Город спит Не беспокойся Сколько звезд должно Зарваться, чтоб Заснуть в одной постели Сколько солнца, чтоб не спать Ночами Мэри Может быть Стань немного счастливей И ты запомнишь мое имя Может быть Миру пора поменять свой полюс Ты слушаешь мой голос 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 Попиши небо миллиард точек Наши шества Всего лишь чей-то быстрый очаг Завтра днем, затем серой паутины Упадем волны финского залива Знаешь, это просто лишь простуда В беспокойном теле всем твоим лекарствам Нужен будет шоколад для моей Ну вот, собственно, и состоялось знакомство Пока короткое, если вы не знали этого коллектива ранее Оранжевый дом в оранжевом доме сегодня Очень любопытное такое, скажем так, совпадение Оранж Хаус, так называется коллектив Который мы с радостью представляем вашему вниманию Либо радуем аудиторию, знающую эту группу А я убежден, что ее знают многие Кто слушает станцию в постоянном режиме Потому что стали сразу кричать Ух ты, ух ты Сразу хитяра своего радио Шкала для Мэри Звучит эта песня, естественно Одна из тех, кто, собственно говоря Какие звучат в эфире от группы Оранж Хаус Кирилл Маев, вокал, акустическая гитара, электрогитара Это все твое Добрый вечер, да Далее я попрошу музыкантов Ну, хотя бы разочек за эфир подойти к микрофону, чтобы поздороваться Электрогитара Дмитрий Кострюков Здравствуйте Бас-гитара Иван Разумовский Добрый вечер Ну и свой собственный микрофон, как всегда Барабачика коллектива, любого коллектива Алексей Денисов здесь у нас Всем привет Вот, собственно, это и есть команда под названием Оранж Хаус Думается мне, что если Те, кто слушает сегодня эфир, не слышали раньше эту группу У вас сегодня большой праздник Я всегда люблю говорить, что люди дорогие Как же много вы еще можете получить в своей жизни Какие вы счастливые люди, если вы получаете информацию В чем информацию хорошую, качественную Давай начнем вот с чего Группа существует с 10-го года, я так понимаю Может быть, это правда Группа как называется? Может быть, Уранж Хаус? Может быть, да Да, группа называется Уранж Хаус А это была песня, может быть, шоколад для мэри Шоколад для одной маленькой девочки Как я понимаю Ну, с 10-го, судя по той информации, которая есть у меня Группа с 10-го года существует Не ошибочно? Да, ну, играем, можно сказать, так Да Но вот этим составом нет Сколько этому составу тогда давай? Год Да ладно? Да, это правда Да ладно? Да Чего так совсем-то, год-то? Ну, сначала мы с Ваней играли А потом остальные подошли Ага, вот так Вот так Ну, мы-то с вами знакомы несколько раньше Да И, соответственно, тогда был состав, да Тогда был состав несколько иной, но музыка все та же Ну, хорошая в смысле Музыка меняется Не подловить тебя, я смотрю Окей, ну, давай рассказывать вот с чего начнем Сколько альбомов коллектива на сегодняшний день? 23 23? Но они не изданы все Это понятно А изданных? Ноль, наверное, ноль Есть неофициальные альбомы Они как бы ни на каком лейбле не представлены Просто мы их сами выкладывали в сеть Ну, а такого цельного альбома нету? Ну, таких три Три? Ну, пусть будет три Ну, хорошо Ты думаешь, что это один острый на язык? Сейчас я тебя буду стебать тогда, раз ты так хочешь Давай постебемся, да? Ломай Давай, давай, ломай меня совсем Да нет, просто Мне, конечно, сложно сегодня голосом как-то так Вот мне тоже просто, мне тоже сегодня Ты так же хрипишь, как и я, что ли? Потом ты делаешь Издеваешься? Нет, это абсолютно правда Мы до этого занимались шесть часов Какими-то странными делами Какими? Я не буду рассказывать Понятно Ты зачем начал? Итак, группа, у которой 23 альбома Но изданы всего три И эти три альбома Являются на данный момент Ну, скажем так, возможным Для того, чтобы их можно было услышать Услышать их, понятное дело Можно на сети, я так понимаю, правильно? Да, можно и в сети Можно на концертах Еще концерты дают, что ли? Ну, приходится Мы сами так Надо же удивить Редкий случай, когда группа приходящая сюда в программу Живо, вообще концерты дает какие-то? Не, на самом деле, да У нас три альбома Их можно себе скачать Угу 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 Давай, ладно Значит так, друзья мои Связываться с вами очень просто 4647 Это короткий номер Для ваших смс 4647 Сначала свои Пробельчик А дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективы Это могут быть вопросы, эмоции, впечатления В общем, делитесь всем, что есть Группа ВКонтакте Официальная группа своего радио Там давно уже выложен анонс Ну, и в анонсе название коллектива Выделено синим Это, значит, активная ссылка Кликая на которую Вы оказываете в сообществе А там уже узнаете всю информацию И об альбомах, и о концертах Ну, и обо всем, что, в общем-то, они считают нужным Выкладывать Видеть можно Если вы хотите смотреть на все, что Здесь сегодня происходит Зайдите на сайт своего радио Своерадио.фм Там сверху есть плеер В плеере слева видео Пардон, онлайн-аудио Это, чтобы слушать Справа, соответственно, онлайн-видео Это, чтобы смотреть Можно было Вокалист при беговом взгляде Мне почему-то Аршавина напомнил Пишет Рома Усольцев Рома, не знаю, чем он вам напомнил Аршавина Я не играю А, и Аршавин тоже Значит, далее Можно также отписываться в чате Чат там же на планете, где картинка И чат есть на сайте Своего радио Там тоже можно что-либо Писать В общем, отсюда И отсюда И отсюда В общем, отовсюду Мы пытаемся выискивать Какие-то интересные Сообщения Эти сообщения, естественно, публикуются В эфире Так Ага Ух ты Так это они Думал, что Не знаю эту группу А оказалось Знаю хорошо По ротации в эфире Максим Зверев пишет Ну, так бывает Люди знают песни Но не очень Эти песни идентифицируются С коллективом Сегодня случится чудо И песни, которые Наверняка вы будете петь Еще те песни Которые в ротации Люди тоже будут Тихонечко там Ошизевать Оказывается, это они Вот так вот Вот так За 23 альбома-то Спасибо, ребята Спасибо Сегодня все вам отыграется Давайте, наверное, дальше споем Было бы хорошо Да, да Но прежде чем мы споем Все-таки я что-то Про альбомы Сколько сказал Дело в том, что Вот мы этим составом Играем год И просто Наконец-то сложился состав То есть мы все эти годы Пять лет Вот если так посудить Искали музыкантов И вот всех их сейчас нашли Да, Леш? Вот И Если Леша скажет нет Что тогда? Это мы уже не поможем Вот И записываем, собственно Вот этим составом Альбом Четверт Четверт Ну, можно сказать Он первый полноценный Поскольку Все мы над ним работаем И все мы его делаем Вот так Ну, подожди Давай тогда уже без иронии Эти три альбома Которые были перед этим Это что? Это были эпишки, что ли? Ну Грубо говоря Домашние демо-записи Я бы их так назвал То есть все, что крутится в ротации Это не более чем Домашние демо-записи Ну, по сути так и является То есть мы их так и записали Ну, мы честно признаемся Ну, звучит это очень прилично Мне интересно У кого это такая домашняя демо-студия Спасибо В которой это можно так вот Записать, чтобы в ротации В полной силе Мой прослист Можно узнать в контент Ну, хорошо Давай тогда без прайс-листа Сейчас поиграем Да, и следующий Для нас-то сделаешь Исключение небольшое Нет, я готов на все Значит, нет Давай Я говорю, я готов на все И вот следующая песня Она как раз Со следующего альбома Она называется Не курит Как называется? Не курит Это ты сейчас меня спрашиваешь? Нет, это, мне кажется Название этой песни Тебе кажется Я думаю У нас сегодня эфир ощущений Мы будем все время думать О том, что делаем одно А в итоге оказывается Что делаем совершенно другое Это очень Это новая песня Премьера Да Окей Воранш Хаус здесь сегодня Теперь всегда живой Звук программы Погнали Вряд ли мы будем жить вечно Вряд ли мы проживем меньше, чем надо Дешевая правда Не пьет и смеется Любит детей И женой живет На бетонном полу Как все спокойно и робки В соломенных семьях Из-под свечи в коробке Класса Давай закурим здесь Ботинки Ботинки Рвутся Холод Квартире Снимки Порно Дни в негативе Проявим И снова Проснемся Улыбаясь На полу Вечер Радость линных стен Из-за автомобилей А он мечтал стать как-то регильем Но надо все прокладить к утру И принять витамины Он больше не курит Не пьет, не смеется Он любит детей И женой живет На бетонном полу Как все спокойно и робки В соломенных семьях Спаспичек в коробке Класса Давай закурим здесь Вряд ли мы будем жить вечно Вряд ли мы проживем меньше, чем надо И время обратно уже купить Крутит Крутит Кидает планету Будем Счастливее всех их Как люди Не способные выжить Но способные жить А он, если он больше не курит Не пьет, не смеется Он любит детей И женой живет На бетонном полу Как все спокойно и робки В соломенных семьях Не забывать их привозить на концерты Это не моя вина, ребята Пишет Вика Конечно, не твоя вина Естественно, это Вика Белова Виновата в том, что забываешь Нет, Вика Белова Привет Ты не виноват Давай двигаемся дальше Новый альбом, который вы пишете Это что за альбом получается Концептуально Чем он отличается Я бы сказал О, Дима хочет Давай Дима, конечно Подними, подними микрофон Вот, естественно Прекрасно Но, прежде всего Альбом отличается тем, что Мы его делаем все вместе Ну, то есть До этого основной вклад был Кирилл Ну, то есть он занимался И вокалом, и барабанами, и текстами, и музыкой Ну, практически всем Вот А этот альбом Мы все в него примерно В равной степени вкладываемся Подожди секундочку При наличии живых музыкантов Он занимался всем сам Ну, приблизительно так Я думаю, он сам должен об этом сказать Нет, 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 но не было наличия живых музыкантов В том-то и дело У нас были Я под камерой У нас были офисионные музыканты Это так сказать Ну, они же живые Ну, насколько они были живые Можно об этом только сейчас догадываться Ну, то есть можно сказать Давай так Можно сказать, что только год назад По сути дела Родилась, наконец, группа Да Оранж Хаус Мы можем говорить, что это случилось год назад? Получается, сегодня здесь в студии Молодая начинающая команда Под названием Оранж Хаус Которая записала уже 23 альбома Ну, сны, мечты и фантазии Это, в общем, никто никогда не отменял Ну, и понятное дело, что сейчас будет Уже написан, судя по всему, первый альбом Коллектива, потому что это тот состав В котором это будет вживую уже, наконец, записано Правильно? Совершенно скверно Фух, разобрались, наконец 20 минут прошло с начала эфира Мы только наконец поняли, что за группа здесь Сегодня 46-47 Кстати сказать Кирилл, расскажи, пожалуйста, в каком районе ты вырос? Нашло ли это отражение в твоих песнях? Задается вопрос Человек не подписался Мне кажется, намекают, что ты избутываешься Нет, я подмосковный город Из подмосковного города Какого? Дедовск Ну, отражение-то нашло какое? Нет, конечно, это вообще нет Нет? Ну, просто как, можно сказать, пригород Чего? Москвы Нифига себе пригород А Красногорск тогда что? Ну, это уже такой город А, это уже Москва Нет, ну, это такой покрупнее город все-таки Понятно Ну, соседи мы с тобой, значит, получается Потому что мы тоже из пригородов Мы из Красногорска А у нас басисты из Красногорска Ну, удивительное сочетание Да, а ездишь в дедовск на репетиции Если бы все ездили в дедовск на репетицию Ну, мало ли Я бы сказал Это было бы для него слишком хорошо Это бы повлияло тогда на наше творчество А так, наоборот, я к ним езжу Поэтому скорее наоборот То есть ты катаешься в Москву на репетиции? Совершенно Ты фронтман, лидер, автор слов, текстов, музыки Ездишь к ним К каким-то музыкантам На репетиции Понимаю Но у них в глазах гордость сейчас Потому что так происходит Удивительное, конечно Всем привет Исполняете ли вы свой кавер на песню «Люмин»? Нет на концертах И будут ли новые каверы? Спрашивает Рома Воскресенск Турчик под Москву Нет, исполняем иногда Ну? Кавер на «Нет» Иногда мы исполняем О, так это «Нет» Это в смысле «Да» Исполняем кавер на «Люминске» «Нет» Да-да-да, у нас такой абсурд Я понимаю Я уже заметил Сегодня вообще абсурдный эфир Михаил Котов пишет Добрый вечер Раньше группу «Раншхаус» я не слышал О чем жалею Ведь группа вызывает исключительно положительные эмоции Михаилу Котову хочу порекомендовать Слушайте эфир своего радио И вы обязательно услышите В ротации Как минимум шесть песен точно есть Это совершенно однозначно Так Какой же все-таки кайф? Пишет Даша Шаблинка Что вы имеете в виду, Даша, в данном случае? Кайф Да, очень интересно Что именно кайф? Тоже мне хотелось бы понять Ну, играют, ну, поют А кайф-то в чем? Так Глянь, никто не напрягся даже Хорошо, молодцы В руках В руках Да-да-да-да Тут вот народ Народ, а чем вы все описываете Свою жизнь личную? Вы как-то, может, к музыкантам Как-то обратитесь Пытаюсь найти что-либо любопытное Дух-то перехватило Шоколад для Мэри Первым Вика Белова Вот что касается группы А тут между собойчики Между собойчики Между собойчики Ну, понятно, ладно В общем, можно в контакт не заглядывать Там абсолютная чушь Люди между собой общаются Болтают Совершенно верно Ну, понятно Сегодня какой-то день абсурдов Действительно Ни одного путного сообщения На предмет эфира нет То ли вы так плохо играете То ли людям пока делать нечего Надо, наверное, разобраться На самом деле Играете ли вы хорошо или плохо Спеть следующую песню Добить уже, наконец Чтобы народ понял Добить Может ли он что-либо сказать В адрес вас Ваш адрес И в адрес вашей музыки Анонсы концертов попозже Анонсы концертов за деньги у нас Как будет называться Следующая песня? Увидеть море Давай Как всегда, живой звук Программируем Orange House здесь сегодня Я свято не смышь сейчас Значит, мы вместе И можно где-то Просто закроем глаза Глупая мечта не сбрать Сотни воздушных лестниц Скоро начинаются грозы Мне нужна Истинная рука Даже до утра Мы будем друг друга слушать Так долго друг друга слушать Слово, как в первый раз Увидеть море И дышать Разбиться волны Твоя рука Моя, знаешь Увидеть море И дышать Глупой формы На песке Дай мне Увидеть море И дышать И я такой же, как ты Но в каждом конце взгляда Увидеть море И дышать С тей воды Здесь Ничего не надо Верь мне Верь Мир такой же Словно в картинах Танги Жить не страшно Остались наши На песке шаги Дни, как точки Поодиночке Зачем Бывали все Двоем Самое время Скажи мне Где я Скажи мне Кто ты Ведь мы никогда Не умрем Видеть Море И дышать Разбиться Ломой Хлопными Резкими Брызгами Увидеть Море И дышать Если нас нет То значит Сожгли все Пристани Увидеть Море И дышать И я Такой же, как ты Но мы в разных Кольцах взгляда Увидеть Море И дышать Ужить Сяды Кусь И ничего Не надо Не говори мне Свостно Не говори мне Не о чем Просто Сидеть Штать Грессы, просто дышать под дождем Увидеть море и дышать Рассвется волны Твои руками, знаешь, увидеть море Дышать с целью волны На песке дай мне увидеть море И дышать, ты такой же, как ты Но мы в разных глазах взгляда Увидеть море и дышать Рассвется волны Ничего не надо, знаешь Виолетта французова вам тут комплимент пишет Слушаю группу уже года полтора Очень-очень нравится, так как песни поистине искренние И наполнены атмосферным настроением Которая отпечатывается и на моем настроении тоже Виолетта не может его полтора года их слышать Им всего год Эта группа молодая Год всего как существует Поэтому полтора года назад вы слушали другую группу Но с похожим названием Так как-то вот я уже усвоил эту историю 46-47 Коротенький номер для смс К ваших сначала свои, пробел А дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу Давай про концерты уж, ладно Че, когда у вас? Завтра Да ладно Да, прямо завтра Совпадение какое Но он даже бесплатный Так что приходите всем Завтра 28-29 июля Клуб Фак-кафе Клуб Не клуб, а фак-кафе Да Клуб Ну все-таки Ну да, я понимаю Так Это они только косят А чем бесплатный? Зачем? Зачем платить? Когда можно бесплатно На самом деле, вы знаете У нас был такой эксперимент Год назад Мы делали бесплатный концерт Летом примерно в это же время В Artifact Постифак-кафе Ну да, как-то раз подешло Да, и вы знаете Нам просто понравилось Что из этого получается Вот И мы решили попробовать еще раз Ну почему бы нет Даже Я скажу больше Что Удвоить Да-да-да На следующий день 30 июля Будет еще один концерт Он будет акустический И тоже бесплатный? Завтра и послезавтра Да, верно Ага И оба бесплатные Да, верно Интересно А как вы тогда, пардон На альбомчик-то Денежку скребете? Где? Строительство домов А-а Помещений Понятно Но об этом мы тоже Можем поговорить Отдельно Вот Алексей Сидоров Тут два вопроса задает Один к ведущему Пишет он Другой к группе Я сейчас отвечу Человеку Так как он собственно В мой адрес пишет Я отвечу нашему слушателю То, что его зовут Алексей Я в общем могу не усвоить Оно мне нафиг не надо Правильно? Ну раз он к ведущему Обращается Значит С каких пор Анонсы концертов У вас за деньги? Кто-то пропустил И попутал радио Нет уважаемый слушатель С аватарой С лошадью Там лошадь по-моему Не, конек какой-то Конь По-моему По-моему лошадка какая-то Милая такая Чувство юмора, Алеша Где ваш Уважаемый Второй вопрос Это уже к группе Почему название группы Выполнено латиницей Если они играют В основном Как я понимаю Ну кони есть конь Значит В основном Как я понимаю Русскую музыку Ведь как мне кажется Это больше отпугивает Русскую С большой буквы Русскую аудиторию Чем приносит Какую-либо пользу Зря я начал это читать Очень хочется ругаться По поводу лошадей Хотя я люблю это Животное на самом деле Но как-то здесь По-моему Сейчас вот полная Дискредитация Этого замечательного Животного Мне кажется Что если это Отпугивает аудиторию Русскую С большой буквы То возможно Это привлекает Русскую аудиторию С маленьких букв Что тоже неплохо Хороший ответ Молодец Дипломатичен В отличие от меня Почему должно быть Название Обязательно выполнено Извините Кириллицей Я тоже хочу понять Это отходит К истории Создания Названия этой группы Давай расскажи С тех пор как При попытке самоубийства Меня посадили В сумасшедший дом Я и познакомился Там с Иваном Там мы стали играть С ним на ложках И батареи Так сколотился Наш первый костяк А когда нас выпустили Мы просто подождали Этих ребят И собственно говоря Вот на самом деле Так все И сложилось Как все легко Объясняется А я сижу и думаю Что ж такое странное Все понятно Теперь Теперь В общем у меня Все вопросы отпали Оказывается Группа зародилась А какая психушка была Номер Не помнишь Оранж Хаус Это нет Это я название Я понял уже Седьмая Мне нравится цифра 23 Давайте будет 23 23 психушка города Это понимаю Дедовск Много у вас там Если она 23 по счету Есть город в них Именно поэтому Мы там и не репетируем 46-47 Короткий номер Для смс Свои Пробел Потом все что хотели бы Сказать Сергей Белов пишет Музыка хоть немножко банальна Но своя Тексты хороши Исполнение на приличном уровне Молодцы Вопрос Какое оборудование У электрогитаристов Какие наборы Я так понимаю Что сначала перфоратор Ну конечно Ну чтобы зарабатывать деньги Гитарист должен уметь его владеть Потом скорее всего Мастерочек У него еще нет Я ему обещал На день рождения Подарить У меня другая тема У меня там химическая лаборатория Склянки А то есть ты там зарабатываешь Да Это он так говорит Нет реально Где работаешь Правда в лаборатории И на этом что-то деньги зарабатываешь Да Это можно жить Да Ну я же вижу Кушаешь ты плохо Понятно Место не самое денежное Существую по всему Ты себе выбрал Ты кто по образованию Вообще по образованию Химик-синтетик А то есть ты занимаешься Химической синтетикой Извини Я уж так Да Ну вы понимаете О чем речь Не совсем Да Не совсем Кто-то занимается химией С другим уклоном Но они сидят Ну это те, о ком вы знаете Да, конечно Лично знаком Со многими Да тема просто уже вышел Серьезно Чем ты занимаешься? Серьезно На самом деле Я работаю В НИИ И мы там занимаемся Исследованием новых антибиотиков Ну то есть мы их готовим Дальше отправляем Там за рубеж И они Выпускаются Заверяют Я понимаю Да, вот так всегда У нас все это придумывается А потом Опускается назад Как обычно происходит То есть это реально все так? Да То есть вы изобретаете Вы антибиотики разрабатываете А потом отправляете их туда И нам оттуда их продают В три дорога Потому что на них стоят бренды чужие На самом деле нет Там немного другой разговор Скорее знаете Такое дело на 20 лет вперед Потому что мы же постоянно Эти негодяи Адаптируются к тому, что происходит Вот и надо уже На 20 лет вперед Подождите, секундочку Там целый космологический сюжет Тема интересная на самом деле Дима, у тебя еще такие истории? Подожди Я сейчас до тебя доберусь Подожди, дорогой То есть я так хочу Все-таки еще раз здесь я хочу понять Вы это изобретаете Разрабатываете И отправляете западным фармацептам Ну не совсем так Мы отправляем биологам Они исследуют А у нас же остается патент Вопрос как бы Где выпускать Это уже за нами Ну хотя бы в России Это может выпускаться Ну это может выпускаться Достаточно просто Договориться И найти хороший завод К счастью у нас В последнее время Что-то открывается Наконец То есть наконец Что-то стало происходить Да Просто до сих пор Я знаю точно Очень много российских разработок Уходило на запад И оттуда приходило К нам уже в упаковках Очень дорого И называлось это Какими-нибудь брендами Стояло под брендами западными Вот ты тот человек Который помогает нам Избавляться от дерьма Ну я имею в виду Болезни всяких разных Антибиотики Они вылечивают Ну да Там на самом деле Огромное количество людей Работает Это сложнее чем кажется И там Я даже не представлял себе Как это Я просто вижу теперь Хотя бы Это первый случай Когда здесь фармацевт В этой студии Как музыкант Правда что первый Кирилл Ну давай теперь ты скажи Приделся опять После эфира избить Давай Чем ты зарабатываешь На жизнь Да то там То там Спасибо большое Иван Кирилл коротко То там То там Мне нравится его ответ Я с ним тоже Так же и зарабатываю То там То там То там Разнорабочими работаете Я так понимаю То мешки погрузили То стройку Устроили То экзистенциальный Кризис Ремонт Ремонт квартир Тоже очень хорошо Денежку дают Неплохую Алеш Давай ты скажи А я Зарабатываю музыкой О Леш Единственный правильный человек В различных Ансамблях Называть не буду Давай называй 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 Да ладно Расскажите Ты смотри Называй Называй Их очень много Понятно Правильно Пацаны Забили Но я бы все-таки Да не Мне все-таки Хотелось услышать Потому что я точно знаю Что очень интересные коллективы Которых Алеша играет Не хочешь сказать Нет Ладно Дело Твоё Ты ждешь Когда тебе Кирилл Дай задмашку Что я не понимаю Ладно Я вам назову Два ансамбля Которые Кстати сказать Вот в этой студии Были Ну давай Это ансамбль Каспий И Конец фильма Ну А чё ты стеснялся Я не понимаю Но Просто я сказал Что я зарабатываю Там Все-таки Больше Идейные составляющие А ешь ты на что А я зарабатываю В других Ну Менее известных Коллективах Ну понятно Кавера Конечно Кавера Ну это да Это традиционный И слава богу Что есть такая возможность Зарабатывать именно Всё же на музыке Давайте петь дальше Чё это будет Песня О таблетках О Как символично Мы подошли Оказывается Естественно После фармацевта О чём ещё Можно я Давай Конечно Вот Эта песня называется Таблетки ты и я На самом деле Песня довольно старая Она давно существует в акустике Вот Но мы наконец-то сделали Её аранжировку Вот Я за неё очень рад Это очень горд Потому что я там Много чего в неё вложил Вот Ну как специалист Да И это тоже конечно Как же без этого Вот И она попадёт В наш будущий альбом Дай бог здоровья Всем кто болеет Вот антибиотики Мне только не помогут Избавиться от этого Но в любом случае Антибиотики Дело полезное Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Наш Хаус Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дешёвая порно И спасёт любовь Субтитры сделал DimaTorzok Где небо Кислотным взрывом Начало дня Громче Тише По спинам Распитых крыш Опять Таблетки Три Глазами В друг друга Метро постель Здесь все Обожают Как льётся Кровь Ты больше Не веришь Людям Нет Прошу Верь Верь Любому И слов Глупых Банальных Слов По пьяным Улицам И до истерики Зачем весь мир Когда рядом Ты Загадка Жизни Получать Все эти Деньги Вместо Мечты Давай Сбежим Туда Где Солнце Светит Где Нас Никто Не Заметит Где Небо Кислотным Взрывом Начало Дня Громче Тише По спинам Распитых Крыш Опять Таблетки Ты Опять Таблетки Ты Хочу быть Тобой Или кем-то Другим Или кем-то Другим Кто умеет Дышать Все Все Распитых Дышать Остаться Там Где Солнце Светит Где Нас Никто Не Заметит Где Небо Кислотно Взрывом Начало Дня Дышать Дышать По спинам Распитых Крыш Опять Таблетки Ты Опять Таблетки Ты Я Ну что, Хорошо Я понимаю, почему ты так рад Она красивая Она атмосферная достаточно Оранж Хаус напомню Сегодня здесь Оранж Хаус Коллектив, который, надеюсь Будет сегодня обретать новых поклонников Просто потому, хотя бы, что кое-кто Знакомится с вашим творчеством сегодня впервые На мой взгляд, удивительно Но вот такая вот особенность Все-таки так бывает Вот, например, Мира Язова пишет Спасибо своему радио за таких замечательных Творческих, талантливых исполнителей Оранж Хаус это сочная, как апельсин Музыка, веющая теплом ярким Цветом А еще я передаю большой привет Диме Успехов и процветания группе Спасибо, Мира Вот как Ну, это свои Да, свои кто-то из близких друзей Хорошо, они же слушают, они же оценивают Кстати, за звук нужно сказать сегодня спасибо Сергею Дебальскому, звукорежиссер Да, это правда Спасибо Тот звук, который вы слышите сегодня из своих Хотел сказать, динамиков Ну, динамиков, да В любом случае, тот звук Это его рук дело Ну и понятное дело, что Очень много зависит от музыкантов И того, как они играют Есть музыкальное образование у кого-то из вас? Понятно, спасибо Ну, в общем Что, бывает музыкальное образование? Ты понимаешь, какая штука-то? Бывает, но оно чаще вредит А так вот, когда люди без всякого там образования Они вполне себе Красиво и хорошо делают свое дело Вопрос к Кириллу Кирилл, как ты относишься к курению? Куришь ли? Рома спрашивает на смс-портале Рома, давай потом Понятно, Рома потом С Катей из Димитровограда тоже потом Судя по всему Она спрашивает Никто не приезжал ли к вам на попутках из Димитровограда? Приезжали, конечно Да, был у нас один такой парень Вообще, с Димитровоград Да, удивительно Димитровоград, да? Димитровоград У нас вообще отдельная история Там почему-то куча народу Много людей, точнее Которые слушают нас И приезжают к нам на маршрутках В газелях Обложенных какими-то старыми одеялами Газели обложены одеялами? Да, ну газели, в смысле машины Я себе представил А почему именно Димитровоград? Не знаю, как-то они там все Там, видимо, какая-то аномалия Находится, знаете Они, видимо, каким-то Невидимым полем связаны с дедовском Очень есть такое Очень вероятно, что есть такая возможность Потому что человек спрашивает Катю из Димитровограда Она как раз об этом и спрашивает Когда подобные вопросы задаются Вот так формулируются Я так понимаю, что Катя одна из тех, кто приезжал Обложенные одеялами в микроавтобусе Конечно, Катя, 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 Ирина Судя по всему, да Та, теплый звук, молодцы Пишет Виталий Евдоков Откуда берется вдохновение? Вот вообще мне такие вопросы нравятся Сейчас, секундочку Откуда берется вдохновение? На самом деле оно берется отовсюду И в то же время из ниоткуда То есть, ну, любой человек, который Когда-либо сочинял песню Он знает, что это приходит как-то Внезапно и непонятно Что он просто садится, играет И вот песня готова Все очень просто И в то же время очень сложно То есть, к тебе тоже точно так же Все из космоса Как у всех Вообще, кто-то нашел когда-то Одну красивую отмазку Что это не я, это все из космоса А все остальные подхватили Да, конечно Можно, конечно, попытаться это объяснить С точки зрения рациональной Химические процессы Но зачем? Должно же остаться хоть что-то романтическое Ну да Больше никакой романтики вокруг Безусловно Особенно те авторы, которые пишут песни на заказ Оно к ним тоже из космоса приходит Мы заказали песню для кинофильма А он сидит и думает Когда же космос-то ко мне А у них там оплаченный канал, вы знаете Да нет, ну это же сразу слышно Вот это вот лошадь, фальш То, что Любая песня, в любом качестве Там не важно, как она сыграна, спета Хотя, я не знаю, вы можете сейчас слушать Или думать иначе Но Мне кажется, что если в жизни есть Какая-то песня есть Какая-то искра Вот Какая-то сама жизнь Даже не важно Это песня или это Какое-то другое художественное произведение Произведение искусства, точнее Если это в нем есть То оно есть в любом виде Неважно, и качество И Продюсированный Это проект или нет Композиция или нет А если его нет То Какие там продюсеры бы не сидели Какие бы звукачи не рулили звук Это ничего не поможет Ну тогда у меня к тебе будет вопрос конкретный А что нужно для того Чтобы ты мог песню назвать Произведением искусства А чтобы она просто цепляла Если ты слышишь А тебя это цепляет И ты прям думаешь Так Вау Такой Как у тебя в душе Такой что-то Или мурашки по коже Или это бывает Какой-то вот Ну тебе загорается эта искра Если она загорается Значит песню удалось Угу Вот бы тебе сходить разочек Ну хотя бы разочек В качестве наблюдателя На концерт к Стасу Михайлову Там столько теток Которых Чуть-чуть-чуть Подожди Сколько теток Которых это цепляет И которые это любят И для них это произведение искусства Как-то я позволил себе И я могу это позволить себе Много раз Назвать это Эту музыку убожеством Так вот На другой радиостанции Еще на маяке Так вот я получил в ответ штук Наверное 20 смс От разгневанных теток Которые кричали мне Что я вообще хам Жлоб И я не понимаю Всю прелесть И величие этого человека Великого русского поэта Я его понимаешь Не ценю И музыканта Великого русского музыканта Вот для меня например Такой ответ Чтобы цепляло Ну кого-то цепляет И это Ну мне кажется Здесь все зависит От самого уровня человека Его уровня культуры А то есть Произвести искусство Для каждого свое Вы знаете Я вам хочу Что сказать На этом теме Но просто кто-то Кто-то читает И Дарья Донцова И считает Что это классно Вот И ему Ему больше не надо Вот А кто-то читает Достоевского Например Или там Я не знаю Кто-то смотрит В кинотеатре Там спайдер-мэна А кто-то Смотрит бойцовский клуб Дома И фанатеет по нему Хотя Тот же бойцовский клуб Когда в 90 вышел Но это был Просто провал Его все критики Просто зарезали насмерть Вот И только через 10 лет Его признали И так вот понимаете Во всем Это проверяется Только временем На самом деле Вот лет через 50 Будет понятно Но это тоже спорный момент Потому что пройдет 500 лет И вспомнят ли Битлз Ну это хороший вопрос Но нам уже не узнают Сейчас извиняюсь Мы пошли в какие-то Битлз вспомнят Какие-то вот уже Экстенциальные Главное Чтобы было кому вспоминать Да Если через 500 лет Еще останется человечество То в общем Битлз вспомнить будут Да Затают такими темпами Нисколько не Не сомневаюсь Нисколько в этом Не сомневаюсь Да как куда денется Вот перед нами фармацевт Который может только Одну маленькую формулу Перепутать И все И до свидания Ну я тогда ему паспорт не отдам И до свидания тогда И нет человечества О чем ты говоришь Ясно В общем Произведение искусства Для каждого свое И условно говоря Каждый сам определяет Для себя Насколько это круто И насколько Это действительно цепляет Все очень логично Все очень логично В общем Никакой общей формулы Мы подвалить Под эту теорию не будем Надо петь Что это будет Следующая песня Тоже новая Называется она Я держу тебя За руку За руку Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня В Оранж Хаус Поехали что ли Субтитры сделал DimaTorzok Жаль Сегодня не мой день Сегодня не мой год И все люди неинтересны Все мои планы Наоборот Может быть Следующий раз Может быть Следующая жизнь Воздух Всего лишь газ Такой всего лишь числа Боль не Ночью под солнцем В тесной квартире Из пьяных стен Я держу тебя за руку И мы переживем Эту зиму Воздух Скурим и замыла Ведь все Что мне нужно Просто Лишь держать тебя За руку Под снегом Там наверху Вместе И вернемся из темно Ты и ты Держи меня Держи меня Держи Сегодня не твой Сегодня не твой день Не даже не твой цвет Холод Разрезал пальцы Хотел так жарко Светер на цвет Ты можешь мне говорить Ты можешь даже не думать Слышишь Капец Рин Наши с тобой Вдруг друга Больше Мне нужно Таблеток И алкоголя Летим Вдвоем Я держу тебя за руку И мы переживем Эту зиму Воздух Скурим и замыла Ведь все Что мне нужно Просто Лишь держать тебя за руку Под снегом Там наверху Вместе Вернемся из темно Ты и ты Держи меня Держи меня Держи Держи меня Держи меня Держи Я держу тебя за руку И мы переживем Эту зиму Воздух Скурим и замыла Ведь все Что мне нужно Просто Лишь держать тебя за руку Под снегом Там наверху Вместе Вернемся из темно Ты и ты Держи меня Держи меня Держи Держи меня Держи меня Держи Держи Сегодня не мой день Сегодня не мой год Но я держу тебя за руку Четвертый случай Когда я что-то упустил Какая по счету была Шестая песня уже? Или пятая? Ну-ка скажи Это пять Цифра пять Отлично Тогда та, которая вы закончите Она по хорнометражу какая? В этот час я имею в виду закончите Сколько она длится? Сейчас, которая будет? Минута четыре с половиной Ну окей Значит тогда коротко Буквально пару сообщений А дальше вы поете Мария Фрадкина пишет Только что включила Никогда раньше этой группы не слышала Замечательная группа Музыка такая теплая Уютная Просто чудо Спасибо, Мария А вот сообщение, которое меня Прошибло просто насквозь Я читал его и понимал Что я не могу вам этого не зачитать Какая замечательная группа Мордашка с сердечками В глазках Очень рада слышать ее на вашем радио Не вашем, а своем Ну ладно Ребята, спасибо за ваши прекрасные песни Ваше творчество Да и вообще спасибо, что вы есть сердечко Нарисовано красненькое Желаю вам успехов в развитии группы И побольше фанатов Жаль, что завтра и послезавтра Не получится попасть на ваши концерты Но думаю зимой все-таки приеду Еще вопрос Когда ждать новых песен Какая же все-таки Вот слушаю я И понимаю И подписана Ну она рада Очень И подписана Герман Арсеньев Я читая сообщение Никак не мог сообразить Все-таки Она Герман Или Или Арсеньев Это чей-то друг, да, ребята? Ну признавайтесь Герман Арсеньев Ну Не знаю я Как это расшифровать И даже не пытаюсь Этого делать У каждого своя жизнь Что-то все-таки А критика Где же критика? Критики хочешь? Конечно Подожди, споем Потом будет критика Как называется песня? А, 40 ватт Давай мы 40 ватт на жизнь После нее Мы, естественно, уйдем на паузу После чего вернемся В студию Оранжаус Как всегда живой Друг в программе Живые Поехали Скажи мне, где я Скажи мне, кто я Я не вспомнил с утра Как играть в этот мир Берег Море Черта Горизонта Из-за Звонок Договори Так сложно Так просто Так Некуда Больше спешить Палить В прихожей Сирает воздух Досмысленные мои 40 ватт Чем ты хуже Отрожее Взяткой Кто Ревно Тихо Рафи Сердце На повторение Мы с тобой На фотографиях Хочешь? Скажем На край комнаты Здесь Сейчас Только в цифровом Ведь Скажи мне, где я Скажи мне, кто я Любить тебя снова Или Забыть Я во всем Километры Годы Сотни Знакомых Комнат Где все тот же сон Шаг линий Рук с косвы Все поменяли На Ожидаемый Брить Из пыли И лед в окон Бессмысленная Моя Сороковатое Чем ты хуже Отрожее В зеркале Кто Превратил тебя В десмысленный Крафик сердца На повторение Мы с тобой На фотографиях Хочешь? Спешим На край комнаты Здесь Сейчас Только в цифровом Еще они А живые Уже не покойники Вселенную Придумавши На подоконнике Комплекс Нас Зашифрован В виде Детская Лечта Переработана В виде Хочешь Выключи Ты слушай Скажи мне, где я Скажи мне, кто я Я опасаюсь, что Это лишь до утра Верить Помнить И легче Тупать Досадно Средство От скуки Руки В холодные Руки И можно любить Бегством По кухне Вселенной Моя Сырковатая Чем ты хуже От рожей Всех Долей Кто Превратил тебя В бессмысленный Крафик сердца На повторение Мы с тобой На фотографиях Хочешь Спешим На край комнаты Здесь Счастья ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давайте продолжим Напомню сегодня В программе Живые группы Оранж Хаус Еще раз прошу прощения За свой сегодня Странный голос Как-то подосипье Непонятно почему Так бывает Проснешься утром А голоса нету И сегодня никак не возвращается Но это я для тех Кто к нам Только что подключился И, может быть Не признают во мне Чайку Который периодически Тут, в общем В студии посиживает Пауза была большая Поэтому стоило бы Спеть еще Но прежде чем Мы это сделаем Я не могу себя удержать От соблазна Прочитать Одно из сообщений На СМС-портале Кстати 4647 Короткий номер Сначала свои Пробил А дальше ваше сообщение Все бы ничего Кроме подписи Пожелания группе Пишет человек Слушаю вас уже Более полугода С каждой новой песней Интерес группе Проявляется все больше Желаю вам Дальше процветать И радовать Своих слушателей К сожалению На концерт Попасть не смогу Уж очень далеко Живу от Москвы Еще вопрос Кирилл Раз У тебя есть девушка Ваш преданный поклонник Фанат Рома Рома Зачем тебе Я не знаю Почему и зачем Роме надо знать Если девушка у Кирилла Вы знаете Да Да Есть девушка То есть Рома в пролете Как будет называться Песня Которая вы начнете Этот час Ром Напиши мне Это ничего не значит А песня называется Открой мне свое сердце Рома Как всегда Живой звук Программа Да нет Это все шутки Открой мне свое сердце Оранж Хаус Здесь сегодня Погнали Открой мне свое сердце Мелками на асфальте Домами солнца светом Звонками в переходах Нам нечего бояться Все будет интересней Открой мне свое сердце Забудь все обещания Продай обиды оптом Пусть каждое движение Внезапно и неловко Пойдем встречать рассветы На крыше утром вместе Открой мне свое сердце Забытым обещанием Лекарством от простуды Незначимым поддаком Сигналом светофора Мы пробежим на красный Молчим, переглянулись Ведь я тебя не знаю Нелепо рассмеяться И в глубине квартиры Где постоянно тесно Открой мне свое сердце Звук мимо летных улиц И облака на небе Твой чай давно остывший И подогретый кофе Когда ты улыбьешься Все сразу станет тетлым Ну, а так? Молчим, переглянулись Открой мне свое сердце Такая светлая песня Светлая песня Ну, а что у вас? В общем, в принципе, творчество светлое Это хорошо Я хочу, ну, да Я хочу прочитать сообщение От Алексея Ситрова И тот, который с аватаркой лошадки Это, оказывается, не лошадка Он пишет мне Это грозный дракон у меня на аватарке Ну, в общем, на грозном он мало Похож, но если так присмотреться Возможно, правда, дракон Кстати, полностью согласен Пишет Алексей Порой слушаешь песню На телефон записанную И цепляет А потом слушаешь Тушь песню в альбомном качестве Уже что-то неуловимое потеряно То ли менее эмоционально стало То ли что-то еще И с утверждением Что некоторые исполнители Опережают свое время Тоже соглашусь Стоит только вспомнить Всех тех великих художников Композиторов, певцов Что опережали свое время Но получили мировую известность Уже после смерти Того же Ван Гога вспомнить Да, что-то далеко ходить Та же палка для селфи Которая сейчас так популярна Была изобретена еще лет 20 назад И все Над ней все смеялись Как над бесполезным изобретением Но это скорее Как доказательство деградации Пишет Алексей Вот Мы согласны с Алексеем Ну, точнее, я согласен Я думаю, ребята поддержат Моя точка зрения Палка для селфи-деградации То есть получается, что Вот все, что нас немножечко Ну, скажем так Приближает к возможностям Пульт для телевизора Для переключения Посудомоечная машина Стиральная машина Все тоже деградация Это же от линии придумано Раньше как человек Бабушка становилась моя Я помню Извини, раком По-другому не скажешь Тазик с водой Там ведерко Тряпочку И полы шоркало А теперь уже это не надо А зачем уже? Теперь уже столько приборов Посуду, чтобы помыть Нужно было Развести мыльце Намыли все это дело Потом смыть А сейчас посудомоечную машину запихнул И все вперед Раньше нужно было Кого-то попросить Будьте добры Сделайте фотографию Вот мы тут Милые девушки стоим А теперь не надо Теперь палку берешь От лени все Люди перестали общаться Вот чтобы Извини, что я Так немножко Тараторю Да, но вот Если раньше, допустим Ты идешь с девушкой Тебе хочется запечатлеть Себя и ее На фоне Какого-нибудь Красивого пейзажа Ты обязательно Кому-нибудь подойдешь Вопрос задаешь Скажите, пожалуйста Вы не торопитесь Будьте добры Можете сделать Маленькое одолжение Щелкните на нас, пожалуйста Это ж надо к человеку подойти О чем-то А сейчас не надо Зачем обращаться К кому-то То есть у тебя есть Палка для селфи Ты палку поднял Щелкнул И до свидания И выложил потом куда? В инстаграм Чтобы все родные Близкие и любимые Посмотрели, сказали Вау Какая у него палка Ну, мне кажется Мне кажется, все-таки Есть технический прогресс Который позволяет нам Ну, те же антибиотики У Дима открывает Все в лаборатории А есть прогресс Который не направлен На что-то новое Как, например, ученые Могут изучать Что мужичок Там без четырех ног Ползет медленнее Чем с пятью Пять ног Ну, в общем Что-то в этом роде Я думаю Сама мысль-то понятна И насчет вот Того, что как раз Люди стали меньше общаться Все-таки я не согласен Мне кажется Люди не перестали Меньше общаться И даже я на улице Меня постоянно просит С кого-то сфотографировать Вот буквально вчера просили Это те, у кого нет палки пока Ну, мне кажется Дело не в самой палке А в менталитете людей И в их отношении к жизни Так что, если они Открыты Для общения А если они Ну, сами такие вот Адекватные, что ли То И никакие палки для селфи Их не испортят Как и не испортят инстаграм То есть, они просто не нужны Они какие-то полезные вещи Они к себе Извините Это просто больной для меня вопрос Все про фотографии Палки для селфи Можно я выскажу? Да, конечно Уже года два кипит Не могу Наконец-то Появилось возможно Да, вы знаете Меня просто Очень-очень сильно Раздражает Толпа рук И палок Каких-то железных приспособлений Когда ты стоишь на концерте У тебя мурашки по всему телу У тебя сейчас оргазм просто произойдет Музыкальный А они вот Перед тобой лес рук таких С планшетами, телефонами Еще какой-то светящийся Ерундой Ерундой Да, вот это самое слово Вот И ты из-за них не видишь Что там происходит И ты пытаешься Отдать себе песню У тебя в принципе получается И ты пытаешься увидеть Что там происходит А ты видишь вот этот лес рук И они постоянно Там куда-то пробираются Чтобы сфотографировать Все это записать Это Чаще всего просто шмар Себя на фоне музыкантов Сфотографировать Да, это еще один интересный момент А потом вопят Господи, почему вы толкаетесь И танцуете тут рядом Это же неприлично Вы что, ребята Зачем ходить на рок-концерт Ну вот очень странно Да, вот такие публики Они приходят на рок-концерт Я просто Вы знаете У меня по этому поводу Один человек Очень грамотно Оформил мою мысль Что самый лучший момент Их сфотографировать невозможно Неважно Ксс Согласен Кстати Не помню Кто это в свое время Публиковал где-то в сети Но предположительно Рухнул интернет Ну пропал Вообще пропал Инстаграм пропал Все Люди бегают друг к другу Показывают Тарелки с едой Вам нравится? Этим я сегодня завтракал А вам нравится? Этим я сегодня пообедал Ну глупость собачья Естественно Давайте дальше петь Да, конечно Потому что про рок-кон-ролл Хотя про рок-кон-ролл Можно поговорить Я не против Следующая песня Джей Ди Называется Честь героя из клиники Джей Ди Ну то, собственно говоря Это твой друг, видимо Ну если клинику вспомнить Ладно, шучу 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 Эта песня Будет входить в новый альбом Тоже получается Премьерная песня Или нет? Она уже была На предыдущем альбоме Вот И Чего? С тех пор Ну Я не думаю Что мы ее будем Перезаписывать Или что-то с ней делать По-моему Она и так Вполне себе хороша Пускай будет Идеальная песня Конечно Готов согласиться Давайте послушаем Уранжхаус Здесь сегодня Как всегда Живой звук Борогами живые Поехали Субтитры создавал DimaTorzok Как много лет прошло с тех пор Как мы остались вдвоем На этой бесполезной земле Сорвался вниз окор Под взрывы термоядерных бомб Что снятся Каждый вторник тебе И если хочешь вечно Жизнь комедийной сериал Я каждый день Что-что начнется Утром новый сезон Переписать сценарий Чтобы узнать Кем я стал Все наши диалоги в стол Так что не переживай Все в порядке с Женей Они сайт могут идти В следующей серии Мы смеем их Так что не переживай Все в порядке с Женей Мы не плавно в кровях Прости Ты же знаешь, как трудно Жить за нас двоих Как много раз пытались Вытащить друг друга на свет Из ровных сцен привычного сна Как много раз жизнь заставляла Говорить себе «Нет!» В одежде, что окажется «Да!» И если хочешь, верь, Чтоб все обращается в круг Чтоб все случайно Или в линиях Ладони и руки На самом деле всем Жертвы коротких минут И правда так далеки Так что не переживай Все в порядке с Женей Они сайт могут идти В следующей серии Мы смеем их Так что не переживай Все в порядке с Женей Мы не плавно в кровях Прости Ты же знаешь, как трудно Жить за нас И мы умрем Почти зависим Я и ты Все в порядке с Женей Сегодня временный обман Бессмысленного круга жизни Так что не переживай Все в порядке с Женей Они сайт могут идти В следующей серии Мы смеем их Так что не переживай Все в порядке с Женей Они сайт могут идти Ты же знаешь, как трудно Жить за нас двоих Двинемся дальше Напомню, сегодня здесь Оранж Хаус И новые песни, которые войдут В свежий альбом этого коллектива И старые песни Из прошлых альбомов Сегодня играются И напомню, что составу Который нынче Представлен здесь Год всего Я считаю, что это большое достижение Когда музыканты за год Осваивают Мало того, что всю программу Пишут новую И играют замечательным образом Осваивают ноты Ну и ноты тоже Кстати, ноты знаете, нет? Ну я знаю Да, знаю Две Хорошо Да нет, ну мы знаем ноты Конечно Мажор от минора иногда отличаются Это очень хорошо Давайте вот куда пойдем Сейчас мне просто стало Дико любопытно Музыка вся очень светлая Музыка вся очень чистая Музыка вся Насыщена солнцем Ну, я имею в виду У группы Да, это правда Ну хорошо, что соглашаешься А как бы согласиться Это же правда Это что? Внутренний мир такой Солнечный, светлый? Я объясню Дело в том, что Кирилл С древнегреческого Это солнце Так В переводе Я понимаю Нет, на самом деле Нет, на самом деле По-серьезному У нас Поэтому Рома и жалеет Что у тебя девушка есть Солнце У нас есть Как бы три слова Которые мы можем Охарактеризовать нашу музыку Мы недавно их нашли Вот Первое Это истерика Второе Это Можно сказать Преодоление Вот, то есть Что-то светлое Даже когда плохо Вот, какая-то Светлая Ну, мы называем это Преодоление И третье Это абсурд Ну, то, что абсурд Я понял А вот что касается истерики Слегка не догоняю Где истерика-то в чем? На концертах На концертах? Это как, понимаете? Объясняйте Вы знаете, это не истерика Это была на самом деле Эмоциональность Вот, мы тут недавно Сидели с одним знакомым Режиссером Обсуждали идеи Для будущего клипа Который, я надеюсь Мы в скором времени снимем Вот На какую песню? Он больше не будет Да, на эту песню Вот, и у нас Очень интересно Происходил поиск Вообще сюжета Для клипа Он был найден Буквально за два часа Вот, я не буду рассказывать Что это какое Ну, что ты Размахиваешься Он боится просто Что я сейчас выдам Все прямо здесь И сделают другие Да, да, да Нет, нет Ну, там, конечно Получилось очень интересно Но мы отталкивались От того, что Собственно Представляет из себя группа И вот дошли до трех этих слов Что это эмоциональность Это стремление к чему-то светлому Через тьму Через что-то плохое Ну, через какую-то повседневность Даже когда все очень плохо Всегда есть вот какая-то частичка света Которую вот Благодаря ей можно вынырнуть Да, за которую надо хвататься Вот И это абсурд Ну, нет Когда я сказал, что с абсурдом Все понятно Это очевидно просто Это во всем очевидно Это не есть плохо Я, например, не считаю Абсурдистов Абсурдистов людьми недалекими Ну, вы знаете Льюис Кэррол так-то тоже писал Ну, в общем, да Абсурд В общем, да Только я истерику нигде не уловил Но неважно Это уже ваше внутреннее ощущение Просто Виталий Чишто Пишет вот, что Все-таки главное впечатление Это радость Что услышала эту группу Желаю больших успехов в творчестве И побольше слушателей Это прекрасно тоже Радость Отличное слово Вообще, да Радость Самое по себе слово Хорошее И чувство тоже Прекрасное Если к этому слову еще Да, и чувство Как-то прилепливается Хотел сказать я Ну, совсем хорошо получается Но тексты все твои Да На чужие тексты Не пытались писать, нет? Ну, у меня есть пару песен Точнее, одна песня на стихе Бродского Есть одна песня А, все, да Все Только одна песня на стихе Бродского Все остальное, да? Ну, ты эту песню не поешь Нет, пою Вот мы ее сыграем 30-го как раз А сегодня нет? Сегодня Она в акустическом у нас варианте Поэтому Жалко Жалко Ну, просто было бы интересно Услышать, как вы поете Бродского Почему нет? Да не Очень достойно Нет? Что-то ребята говорят Ну, может быть Ну, а? Ну, там Не, там Две гитара Солнце А? Мужики так собрались Ну, солнце Ну, солнце Не надо Я имею в виду музыкантов твоих Они же мужики Что, парни не против сыграть Бродского? А ты как? Нет, он сопротивляется Потому что ему одному придется играть Ладно, хорошо Дело ваше Но Я к тому, что в принципе Это было бы неплохо, мне кажется Так Михаил Топоров пишет Вот я и думаю А где агрессивные песни? Все как-то на одной волне Достаточно меланхоличной Со смайликами Особенно песня 40 ватт Была такой меланхоличной Со смайликами пишет Михаил Ну, человек так услышал А может быть, он не сначала слушает эфир Мало ли может быть? Меньше Ну, подожди, альбом Ну, все будет Ну, подожди Кстати, когда вы планируете выпускать? Год назад На самом деле Мы планируем его выпускать Этой осенью Скорее всего Это будет Конец октября Окей Что касаемо клипов Вскользь ты обмолвился Много клипов у группы? Кирилл Много же клипов у группы? Да Нет Нам пытались снять клипы Две группы режиссоров И в обоих случаях вышло очень нехорошо То есть вы их даже не публиковали Ну, нам было стыдно, честно сказать Понятно И режиссоры их тоже не публиковали Ну, дай бог, чтобы они этого не сделали Тихоря от вас Как называется следующая песня? Следующая называется Тысяча метров Стабовой Сейчас только гитару сменим Напомню 46-47 Это короткий номер для СМС К ваших Сначала пишите свои Пробельчик Затем уже Все, что хотели бы адресовать коллективу Напомню Это могут быть вопросы Это могут быть просто эмоции Какие-то пожелания Добрые слова А может быть критика Все в ваших руках Как ощущаете себя Как слышите музыку Так вы ее и комментируете Самое интересное ваше сообщение Естественно оказывается В эфире Мы их публикуем Ребята на это отвечают Если считают Возможным Значит А вот Лидия Скопина Извините А мне не нравится Муж смотрит трансляцию Поэтому и мне приходится Слушать песни Какие-то скучные Однообразные Извините за такое мое мнение Ты хотел критику? Спасибо Пожалуйста Нет А как Софья? Лидия Лидия, спасибо Все? Больше ничего не скажешь? Я буду краток Ну муж то смотрит И слушает Может быть это только они Не, ну если бы все Если бы все Если бы всем нравилось Я бы сильнее расстроился Я не знаю насчет наоборот Меня уже удивил Рома Так что Мало ли как оно все Давай Как всегда Живой звук Программе Живые Оранжхаз Здесь сегодня Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Без света, без знакомых мест На чистый взгляд Верим, как всегда Без слов пустых Без жестов Их жаль Что опять неоправданно Я знаю Что ты как солнце Что я как странный Висящий спутник На нити тонкой Она порвется От лучей горячих Твоих Пусть Ну и с тобой Вся рыня Полетит на нас С тобой Тысячи метров Глубина Живой Голос Сквозь себе Тонный Как Можно Двигаться Дальше Нам Верить Прошлое Прощай Прощай Всего хорошего Снег Ложит свой рай Под теплыми пальцами И мы танцуем Прошлое Лишь Лишь Глупые Наивно Сетские Попытки Выбраться В те Линии Где мы Вечно Сидим На радуге Играет Свечками С тобой Вся рыня Валетит На нас С тобой Тысячи метров Глубина Живой Голос Сквозь себе Тонный Как Можно Двигаться Дальше Нам Верить Прошлое Прощай Прощай Всего Хорошего Снег Ложит Умирает Под теплыми пальцами И мы Танцуем С тобой А-а-а Мы Танцуем Гвоздь Перед доской Счастье Словно Гул Где-то Далеко Звенящих Поездов Рядом Сделав шаг Тихо Не спеша Молча Про себя Улыбнулся Слов Не хватит Так Пой Жестами Кричи Линиями Вдоль Улицы Бес Перелетит Время Поверь Мне И все Сбудется С тобой Серое Небо Летит На нас С тобой Тысячи метров Глубина Живой Голос Сквозь Сек Бедом И как Можно Двигаться Дальше Нам Верить В прошлое Прещай Прощай Всего Хорошим Всех Ложи Сумирать Под теплыми Пальцами С тобой С тобой С тобой С тобой Ну что, давайте дадим еще дальше. Народ, вот вопрос, какие задают. Илья Усо спрашивает, коллектив молодой, а уже куда-то ездили, гастроли, фестивали, или только в Москве концерты? В прошлом году полстраны объездил с акустикой. Один. Да, еще мы с Ваней тоже с акустикой объездили другую половину страны. То есть Ваня на акустическом басу играл, что ли? Не, он на гитаре, мы же все тут мультиинструменталисты. А, ну да, я об этом как-то подзабыл, действительно. Что значит полстраны, это где? Доехали мы до Красноярска, последний город, который... Ну как? Народ-то ходил на концерты? Ну да, ходил. Но это не полный зал, конечно, мы же еще не слишком известные. Но ходил, да, наш аудиторий ходил. Почему с акустикой? Ну понятно, что с акустикой проще, дешевле, я это все понимаю прекрасно. Но полный звук, он в любом случае отвечает на вопрос. Проще, дешевле? Только эта причина. Это понятно, что проще, дешевле. Но, как мне кажется, на полном звуке вы больше можете народу привлечь к себе. Ну как, мое ощущение. А вот мы поедем осенью, мы как раз попробуем, да. А куда осенью? Ну, мы как раз сейчас занимаемся фермированием маршрута, да. Как и куда мы поедем. Вот, у нас там есть уже несколько городов. Вот, скорее всего, помимо Питера и Москвы, это будет Нижний Новгород. Минск-Самара. Вот, да, это еще, может быть, Волгоград. Вот, может быть, Ростов-на-Дону. Вот, может быть, Вологда. Про остальное я пока не могу сказать. А вы это формируете как? Как с кем-то, с организаторами этих концертов или сами по себе? Ну, просто любопытно. У нас есть один человек, который этим занимается. Отлично. Специально обученный. Отлично. То есть, это все не случайная история. Приятно. Значит, получается, что в ближайшем будущем мы можем отследить, как прошел ваш тур. Ребят, не было желания написать свою книгу? Человек на СМС-портале спрашивает. Спасибо вам за ваши песни, люблю вас. Смотря что он имеет в виду. Он? Да. Ну, хотя да, я уже не удивлюсь. Может, и он. Ну, книгу есть желание написать, нет? Есть. О чем? О жизни. Жизни. То есть, есть уже повод писать о жизни? Нет повода не писать. Ну, ладно, надо мне с себя пример взять. Хотя я всегда казал, мне всегда казалось, что я слишком молод для того, чтобы писать какие-то книги о жизни. Я ее еще так до конца и не понял. Ну, чего? Может... Кирюша видней. Не обязательно писать о жизни в полном смысле ее понимания. Так. Я пишу, если бы я писал, ту жизнь, которую пока у меня приходится. То есть, музыкальная жизнь. Именно это составляющая. Нет, нет, нет. Немного другое. А что? Ну, если я напишу, то мы все узнаем. Если нет, то нет. Ну, хорошо. Ладно. Не буду тебя мучить. Судя по всему, ты просто где-то обмолвился от книги. Поэтому человек спрашивает. Да, наверное. Я так полагаю. Привет группе. Хочу поделиться своим впечатлением по поводу услышанного. Очень приятный вокалист и музыканты со своим видением мира и музыкой. Слушая всю передачу, могу сказать, что лично мне не хватает голоса. Он мелодичен с текстом, но хотелось бы, чтобы музыка не закрывала его. А так все чудесно. Спасибо всем. Что значит не закрывала? Да, ничего страшного. Нет, Надежда, судя по всему, привыкла слушать русский рок. Вот тот самый русский рок, в котором музыка, она имеет значение исключительно второстепенное. Главное, чтобы... Только русский рок. Чтобы, да, чтобы... А ребятки-то играют немножко другую музыку, Надежда. Они играют музыку несколько иного содержания и качества. Поэтому не надо, чтобы голос был громче в музыке. Это, мне кажется, лишнее. Пора привыкать к хорошему. К тому, откуда, собственно, эта музыка к нам и пришла. А то, знаете, как музыканты играют рок-н-ролл и делают это по-своему, называют это русским роком, а потом портят вкус и у всей страны. А эти нет. Эти как раз вкус прививают, как мне кажется. Спасибо большое. Вот эти слова, это очень лестно, мне кажется. Зря сказал, да. Зря сказал. Нет, на самом деле мы... Я скажу то, что вот я записывал три года назад альбом. Он был практически русский рок. И сейчас мы... Всеми силами оттуда пишем. Такая эволюция. То есть сначала вот с чего-то простого и очень лестно, если у нас получается от него как-то оторваться. Получается. Получается. Я вас к русскому уроку никак причислить не могу. Слава Богу. Вы другие. Да и слава Богу, к счастью нашему. Давайте дальше петь. Что это будет? Следующая песня называется «Остаться человеком». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Orange House. Погнали. Остаться человеком. Нам нет места в мире, где всё по правилам, где всё обещают нам, что прогноз погоды мы сможем узнать заранее. Нам нет места в мире, где линии черты лица источены до конца, и поток новостей уже никогда не кончается. Мой голос звучит, как бред сумасшедшего через металл человеческой двери, пока твой взгляд в свет и небо ещё живой в вере мне. В береге сердца, в толпе метро колец, вот как просто сойти с ума, закрывать глаза внутрь, чтобы сберечь тепло, хоть скоро опять зима. Давно научившиеся здесь выживать, забывающие, как жить, люди, не умеющие между строк читать, разучившиеся любить. Нам нет больше смысла бороться с проблемами, все жертвы плена их, смогут проснуться в доме с обитыми стенами. Зачем ждать дней? Не верят даже им искусственные фразы. Первый выпавший пепел, белый покрашенный, из всех очерченных кругом углов, строить лестницы ниже верха квартир. Меньше не будет, больше не хватит сил. Деньги сердца в толпе метро колец, вот как просто сойти с ума, закрывать глаза внутрь, чтобы сберечь тепло, хоть скоро опять зима. Давно научившиеся здесь выживать, забывающие, как жить, люди, не умеющие между строк читать, разучившиеся. Знаешь все, о чем нам говорили, в мире существовать не может, кругомежно-то зажат прямые, твое выражение лица поверх кожи. Пока ты жнешь, все равно он крутится, лишь потепить. Знать, что значит быстрым желание жить в самом центре, значит, сбудется хоть раз в этой жизни. Береги сердца в толпе метро, кольцево, так просто сойти с ума, закрывать глаза внутрь, чтобы сберечь тепло, ведь скоро опять зима. Давно научившиеся здесь выживать, забывающие, как жить, люди, не умеющие между строк читать, разучившиеся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По крайней мере, те, как говорят музыканты, подсосы, ну, плейбэк, который есть, вызывает у меня большой интерес, правда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам за это, Даша Шаблинская пишет. Спасибо, Даша. С каждой песней есть своя ассоциация. По-моему, это очень важно. Спасибо за эти ассоциации, так как возвращаюсь в тот момент и чувство, чувствую его снова и снова. Ну, это вот Виолетта, судя по всему, имеет в виду знающий человек ваше творчество. Приятная музыка в целом, группа хорошо звучит. Но тексты мои ухо не цепляют. А как музыка для рисования, очень хорошо подходит, приятная и отвлекает. Как-то так. И, кстати, совсем не похоже, что группа молодая, довольно качественно играют. Пишет Алексей Сидоров. Ну, человек сначала, да, и похвалил, и вроде как... Ну, что касается текстов, тут тоже ведь спорный вопрос. Правда? У Хармса, например, тексты такие, имею в виду его произведения, что люди, которые слегка ниже среднего уровня воспитания и образования, они вообще его не понимают. Возможно. Я ведь наблюдал за человеком в свое время, которому порекомендовал почитать Хармса. Я наблюдал его глаза после того, как он прочитал пару произведений, он сказал, что это? Это вообще о чем? Как ты можешь это читать? Это же бред. Это же бред абсолютно из Камчика. Ясно, что с ним мне уже делать дальше нечего. Да, вы знаете, такое... Это к Алексею, кстати, не имеет отношения. С Поши рядом происходит. Я вот недавно был на одном концерте, слушал, господи, прости, это было интересно, слушал классическую музыку, вот, слушал Шостаковича. Ну, почему? И для меня это было шоком, когда люди вставали и прямо в середине концерта выходили. Вот. Ну, то есть я, конечно, сам был... Сам вначале ушел. В некотором шоке от того, что услышал. Вот. Но для меня это был такой шок приятный. То есть мне было круто от этой музыки. Вот. Там была седьмая симфония. Вот. Про блокадный Ленинград и все такое. Вот. Ну, знаю, все люди поймут. Вот. Но она тяжелая, конечно, но, видимо, кому-то было совсем плохо, и они прям уходили группами целыми оттуда. То есть они не знали, куда шли. Ну, я думаю, да. Они не понимали, что они слышали. А может быть, просто уже знаете, это как... Либо уйдешь, либо поляжешь прямо там. Я не знаю. Вот. Да. Когда человек, опять же, ориентируется на собственное образование, он, понятное дело, ничего другого воспринимать уже не в состоянии. Это, опять же, я не хочу никого ничем обидеть. Просто очень часто бывает, когда каждый... Ну, как вот. Мне лично тоже кажется, что текст сильный, например. Я слушаю группу. Не, честнее о вас. Текст, мне кажется, сильным, к примеру. А кто-то говорит, да ну, ерунда, ну, послушай ведь, ну, ни о чем. А я вижу в этом тексте какие-то ассоциации, например. Да, у меня они есть. Ложится картинка. Или наоборот бывает, когда слышишь песню, вроде как текст простой, и ничего там вроде бы особенного нет, а людей прошибает. Вот когда угадаешь-то? Сложно ведь это все? Достаточно непросто. Хочу выразить... А что? Про Хармса я хотел небольшую ремарку вставить. Это же, наоборот, даже хорошо, то, что так людей и проще определять тех, которые вот на одной волне. По таким авторам. Ну, в общем, да. Да, да, сразу видно, где свои. Ну, в общем, да. Но свои они здесь. Они все здесь. Свою радио. Хочу выразить огромное благодарность коллективу за столь вдохновляющие песни. Неудивительно, что клипа... Ну, клипа, видимо. Клипы получились не очень, ибо песни-то жизненные. А как же можно жизнь снять и уложить в 3-4 минуты? Можно. Ну, не, можно. Можно. Для этого должен быть талант режиссера, сценариста. Ребята, вы лучшие. Я всегда с вами. Простите, что не смогу приехать на завтрашний концерт. В этот раз газель сломалась. Клим из Димитрова Града. Клим, Клим, мы тебя любим. Ты наш любимый фанат. Ну, вот не сможет он приехать к вам. Давай напомним про концерт. Он завтра же, правда? Завтра у нас концерт в городе Москва в клубе... ФАК-кафе. ФАК-кафе на Кольцевой. И он полностью бесплатный. Приходите к 8 часам. Будем рубить рок. А 30-го числа будем играть нежную акустику. Тоже приходите бесплатно в это же время, в это же место. Давайте дальше петь. Прямо сейчас. Что это будет? Друг друга. Почти согласен. Как всегда, живой звук в программе. Живые здесь сегодня. В наш хаос. Поехали. Вместе мы или не вместе? Почти что нет. Разницы только не слышно. Дышит ли тело, когда мы с тобой по отдельности? Мы по отдельности. Если после моих заранее были придуманы, кем-то внизу, наверху для друг друга. Мы можем понять все слова, все слова без слов. Через дыхание колется стрелки. Времяем мы не взрослеем. Мы пьем одинаковый кофе без кофе. Мы пьем одинаковые виски. Слишком долго были. Не с теми мы руки связали тесными, душными комнат стенами. Дело не в том, что нас не было. Здесь всегда рядом нервами. Вместе мы или не вместе? Проще мы или не чаще, сложнее стать. Броситься сброситься вниз, от руки до руки. Две строки и три точки на счастье. Мы словно открытые тайны. Столбы мелькают счетчиком. Небо с зеленой тоннами слов, что осталось подать рукой до Невского на пропитание. Помним мы или не помним? Глаза запомнят. Только глаз, волны и песок под ногами хрустит в ракушке. Мы душно, и сердце стучит неровно, но честно. И честно пусть дальше стучит, пока есть нас. Пока твои волосы, голосы, все так неважно и меньше, чем воздух просеянным городом. Если мы вместе. Будем мы или не будем, к чему нам завтра? Ведь родиться и умереть так много, и Бога ради. Не стоит верить, что скажут люди. Вместе мы или не вместе, почти что нет. Разницы только не слышно, дышит ли тело, когда мы с тобой по отдельности. Мы по отдельности есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Ну вот, времечка-то у нас немножечко осталось. Как-то оно пролетает незаметненько. Оранж Хаус здесь сегодня напомнить хочу. Это московский коллектив, хоть и Кирилл, он из Дедовска, но в любом случае коллектив считается московским. Я думаю, что это справедливо. Группе, судя по хронологии событий, порядка пяти лет, но тот состав, который есть сейчас, существует всего год. Это я сообщаю тем, кто к нам подключился, возможно, совсем недавно. Музыка у них очень зрелая, несмотря на то, что ребята совсем молодые, именно поэтому они сегодня в живых. Именно поэтому песни этого коллектива крутятся в ротации своего радио. Это висеть в одной петле, например, все гораздо проще. Завтра начинается через час, лекарство от понедельника, тысяча метров с тобой, звучит в ротации. Ну, это шоколад для мэрии. Неплохо. Да, спасибо тебе большое. Ну, как минимум, хоть кто-то сказал, что это хорошо. Прочитаю сообщение от Константина Твердого. Сижу, слушаю и представляю себя в кафе. На столе стоит кофе, за окном дождик, тишина, все замерли, слушают, играют в Оранж Хаус, все шикарно. Продолжайте в том же духе, думаю, группа Большое Будущее. Но, заметь, это не я сказал. Про кафе и... Это про будущее. А, про будущее. Хотя нам бы тоже хотелось, чтобы оно у вас было реально большим, серьезным, глубоким. И чтобы армия ваших поклонников росла, росла и росла. Армия росла. Скоро придется прощаться. Сколько, так скажите, на вскидочку по хронометражу финальной песни? Я думаю, три с половиной лет. Ну, давайте минут четыре заложим на это дело, да? Так, чтобы закончить песни и уже закончить эфир совсем именно с песней. Я почитаю пока то, что пишут. Но нет, скорее задам вопрос, потому что он у меня давно уже, давно крутится. А если бы не музыка, то что? Я знаю, что сейчас скажешь. Как это? Нет, музыка. Есть музыки, нет. Ну, вот если бы не музыка. Нет, вы знаете, на самом деле, мне кажется, искусство, оно проявляется во всей жизни. То есть не обязательно заниматься именно музыкой. Может, даже просто сама жизнь, просто общение, это уже в каком-то роде искусства. Поэтому не так важно именно чем заниматься. Главное, чтобы это, наверное, приносило... Если не музыка, может быть, что-то другое бы. Но, конечно, только музыка. Ну, что, что литература, например. Писал бы, к примеру, да? Я так понимаю. Так? Возможно. А ты, дим, что бы сделал бы? Вы знаете, я на самом деле сейчас делаю все сразу. Просто не могу ни от чего отказаться. Ну, вот у меня как-то так получается. Это, конечно, просто душераздирающая тема. В смысле, если бы не музыка? Если бы не музыка мне было, в чем заняться, это точно. Но я просто не могу бросить, поэтому... Ну, это понятно. ...так происходит, да. Вот, это и занятие химии, конечно, про которое я уже говорил. Без химии, это может. Это здорово. Это, кстати, чем-то похоже на музыку. Без химии нельзя. Но тонкая параллель, довольно не буду об этом сейчас. Вот. И эта актерка, вот, меня это очень привлекает. Да, театр, это очень интересно. А тебе привлекается стороны это дело, или ты уже имеешь к этому? Ну, да, какое-то. Да, у нас есть мастерская. Ну, есть мастерская, в которой я занимаюсь. Вот, мы сейчас организуем свой театр. Круто, круто, круто. Ну, что остается мне? Иван, еще спросите, если бы не музыка, то что? Может быть, живопись, а может быть, литература, может быть, театр? Ну, я бы в цирк пошел работать. Кем? Клоун. Ну, конечно. Естественно. Тоже творчество. Конечно. Кстати сказать, клоун, между прочим, это великая профессия. Вот, на самом деле. Это согласен. Клоун, это великие люди. Осталось мне только еще кого? Леху? Алексей. Леш. Лех. Я скажу по факту, если бы я не уехал, наверное, когда-то из Волгограда своего родного, то продолжил бы работать на металлургическом заводе. С грустью сказал ты. Да. То есть, страна потеряла металлургов. Я просто, есть у меня определенный взгляд. Одни гитаристы странят. Да, но, скажем так, я уважаю профессии, которые приносят обществу, которые пользуются. Реальную пользу. Реальную пользу. Зато мне никто не скажет, что вот, мол, гитаристов много, а заводы стоят. Я уже свое поработаю. Ой, какой ты молодец. Я, кстати, сказать, в свое время тоже пошел работать, будучи ребенком мамы, актрисы, папы режиссера, имея театральное образование режиссерское. Потом уже. Пошел работать на завод, таскать железяки, сварщиком работал. Знаете, для чего? В армию потом пошел, спецназ служил. Знаете, чтобы потом ни у какого козла не было повода сказать мне, что типа белоручка сидит в эфире языком лязгает. Простите, ты молодец. Молодец, что с металлургическим прошлым как бы живешь внутри. Попрощался, конечно, но ты испытал что-то такое. Да. Это круто. Спасибо. Но я не об этом. Я просто к тому, что люди, которые прошли определенный путь по жизни, в данном случае я, конечно, Кирилла в виду не имею. Я тоже работал на завод. Да ладно, ну что ты, глянь. Как цепляется сразу. Молодец. Нам надо заканчивать, к сожалению, уже сегодняшний эфир. Времечко поджимает. Простые заводские парни. Сообщу, что завтра в программе живые группы. Кабинет. Это совершенно другая музыка, другого содержания. Другого жанра, что ли. А с группой Orange House, к сожалению, будем прощаться. Могу от себя добавить уже без иронии, без юмора. На мой взгляд, это очень интересный коллектив. Если вы сегодня пропустили эфир, то посмотрите потом в записи. Как видео, так и аудио. Будет за что, собственно говоря, зацепиться, я вас уверяю. У этих ребят, как мне кажется, большое будущее. Дай им Бог здоровья. Все, заканчиваем. Какой песней? Песня называется «Все гораздо проще». Всем пока. До завтра. Пока дома нет никого, давай затушим свечи и нальем Какао вместо кофе из резаной стола. Возможно, сделает счастливей нас на каждом первом вздохе. И я знаю, мы будем петь, глядя в глаза друг к другу дни и ночи. Все гораздо проще, когда впереди свет, когда вот впереди все гораздо проще. Закрой на замок весь смок всех слов пустых, и будем просто улыбаться первыми шагами сенат и песок. Ты так прекрасна, и мне писать по твоим глазам все строчки впили с приз бумажной, не отрываясь до конца. И дальше, дальше ничего не страшно. В стакане лёд, нет ни грамма разницы, с кем до этого мы были. Подарки и счёт, они давно выкрылись, нарисованные за время пылью. И не спрашивай ни о чём, просто держи меня и жди ответы, показанные самым счастливым днём. С тёплым, обветренным, пока думает никого. Давай достанем лестницу и на луну залезем вместе. В воздухе звон, лишь на понятных звуков из груди наверх летящей песней. Сколько времени уйдёт на подсчёт циферблаты в точных, зависим в одной секунде. И всё, всё гораздо проще. Я, 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 я. Продолжение следует...